Вы знаете, я давно поняла, чтобы похудеть, нужно есть только вкусную еду. И сегодня курица в текиле. У меня три крупные грудки, и я аккуратненько делаю надрез в середине. Должен получиться такой кармашек, который желательно не прорезать насквозь. И у меня, кажется, получилось. Если вы возьмете тонкое филе, то сделать это будет не так-то просто. Солите курицу на свое усмотрение, а вот перец и базилик я очень рекомендую добавить. У меня базилик сушеный, но свежий тоже подойдет. Теперь переворачиваю курицу и снова посолю, поперчу и посыплю базиликом. Мариноваться курица сегодня будет в текиле. Я перекладываю в мисочку, открываю бутылку и не пью, а заливаю текилой курицу. 70 мл будет достаточно. И оставляю курицу на некоторое время, пока буду готовить начинку. Можно поставить под пресс или оставить как есть, не важно. Беру 500 г брюссельской капусты. Я ее заранее помыла и теперь мне нужно немножко обжарить. Добавляю масло для жарки в сковородку или в кастрюлю, не важно. И обжарю немножко. Мне нужно, чтобы капуста обжарилась со всех сторон. Я ее помешиваю периодически и солю. А чтобы приготовить пюре, мне нужна мягкая капуста. Я заливаю кипятком и довожу ее до готовности. Друзья мои, кто забыл подписаться на мой канал? Подписывайтесь и ставьте лайки! Итак, капуста готова. Теперь моя задача перемолоть ее в пюре. Я перекладываю готовую капусту в миксер. Добавляю 70 мл жирных сливок. Солю. Пару минут и пюре готово. Если вы добавите в пюре сыр, то начинка будет такая остренькая, пикантная. Мне очень нравится. Хорошенько перемешиваю. Осталось начинить курицу и можно жарить. В раскаленную сковородку добавляю растительное масло и выкладываю курицу. Обжариваю на сильном огне и закрываю крышкой минут на 5-7. Переворачиваю и снова обжариваю до золотистой корочки. Моя курица, замаринованная в текиле, с начинкой из брюссельской капусты, готова. Это очень вкусное блюдо. Я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения.